В Мурманске встретили автопробег звезда нашей Великой Победы. В город-герой участники марша приехали не с пустыми руками. Пожалуй, самым ярким подарком стала 200-метровая копия Знамени Победы. Максим Галямин подробнее. Старенькая Победа – символ движения. Этот исторический автомобиль в рамках патриотической акции своим ходом уже приезжал в Мурманск в прошлом году. В этот раз из Архангельска ГАЗ М20 добрался без поломок. Как таковых приключений не было. Идем хорошо. Есть какие-то мелкие неприятности. Там прямо дворник поменять надо. А так только по мелочам. Ну, у нас ведь, по-моему, что-то усовершенствованное, переделанное немножко. Это боевая машина, конечно. Здесь уже добавлен двигатель от «Волги». А так полностью оригинальный, 1953-го года выпуска. Остальные экипажи в колонне – новенькие патриоты. Но даже в их солидные багажники ни за что не влезли бы бюсты знаменитых людей. Пять скульптур привезли в Мурманск отдельно. Императора Петра I, адмирала Ушакова, Владимира Мономаха, руководитель проекта «Аллея российской славы» подарил нескольким мурманским школам и военным частям. Не должны ни в коем случае забывать наших дедов-прадедов. И преддверии, пока во всем мире там, вернее, они хотят опорочить Россию-матушку. Мы должны своим подрастающим поколению говорить о их дедах и прадедах. Автопробег тоже часть одной из многих патриотических акций. Звезда нашей Великой Победы – это пять команд «Фаучей», которые стартовали из пяти разных городов России. Экипажи приехали к Алёше также не с пустыми руками. Они подарили городской администрации копию знамени Победы внушительных размеров – 200 квадратных метров. Знамя в прошлом году привозили, но его увезли. А в этом году это знамя передается на вечное хранение ветеранским организациям города Мурманска. И планируем мы его развернуть на 9 мая перед бессмертным полком пронести. Надеемся, что получится. Чтобы развернуть полотнище, нужно как минимум запастись десятком крепких рук и терпением. Красную ткань не так-то просто удержать и тем более аккуратно сложить. Впрочем, те, кто держался за знамя, уверяют, чувствуют, что прикоснулись к чему-то действительно исторически важному. Год столетия Мурманска – это не единственный сюрприз, который ждет жителей. В этом году, в год столетия города, откроется мемориальный комплекс стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Патриотическая акция охватит 150 населенных пунктов России. Автоколонна уже покинула Мурманск и отправилась во Владимир. Участники проекта отметят 9 мая на Красной площади в Москве.